Чиновники Московской области приняли участие во Всероссийском селекторном совещании. Основная тема – подготовка коммунального хозяйства к отопительному сезону. По оценкам заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова, в настоящий момент Подмосковье полностью готово к наступлению холодов. На видеосовещании, посвященном готовности российских коммунальных служб к зиме, подмосковный регион представлял Дмитрий Пестов. Заместитель председателя правительства Московской области сообщил, что в этом году по поручению губернатора в области отопительный сезон начался раньше. Сегодня вся социальная сфера, а также 54 тысячи многоквартирных домов подключены к источникам теплоснабжения. Было отремонтировано порядка 2,5 тысяч трансформаторных подстанций. Проведены ремонтные работы на 11 тысячах километров тепловых сетей, 16 тысяч сетей водоснабжения. На территории Подмосковья сформирован необходимый аварийный запас топлива. Он у нас превышает нормативные запасы. Кроме того, в Московской области сформированы 745 аварийно-восстановительных бригад на случай чрезвычайных ситуаций. В Люберцах за успешность отопительного сезона отвечает Люберецкая теплосеть. На сегодняшний момент это единая ресурсоснабжающая организация, которая обслуживает весь округ. Люберецкая теплосеть была готова к отопительному сезону уже 1 сентября этого года. Но 1 сентября мы еще приняли на баланс поселок Малаховка. Пришлось там месяц потрудиться, но к 25 сентября мы поселок Малаховка также подготовили к отопительному сезону. Подготовили в теплосети запасы на зиму, отводы, фланцы, жидкости для ремонта труб, задвижки. Всего в изобилии, чтобы хватило даже коллегам из других округов, если вдруг попросят. На зиму мы приготовили около двух километров труб у нас есть в свободном наличии, как в пенополиуретановой изоляции стальные, трубы типа из-за профлекс пластиковые и голые трубы также для ремонта. Кроме того, в этом году Люберецкая теплосеть завершает строительство двух котельных. На улице 8 марта уже заработала одна из самых энергоэффективных. Она полностью автоматизирована и функционирует без оператора. На улице Щевлякова реконструировали котельную 1968 года. Мощность увеличили в три раза до 20 мегаватт. А была всего 9. Современное оборудование тут, в основном российского производства, в скором будущем будет также переведена без операторов в автоматический режим с выводом на диспетчерский пункт в аварийной теплосети. А это самая большая котельная в округе, в строящемся районе самолет. Пока еще работает в полсилы. Планируется, что ее мощность будет 150 мегаватт. И уже к 2020 году она сможет согреть более 1 миллиона квадратных метров Люберецкого жилья. Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.